После официального визита президента Беларуси в Туркменистан, который состоялся на прошлой неделе, в минских вузах начали проводить так называемые «часы дружбы». Такой формат общения со студентами предложила туркменская сторона. В нашей стране будут готовить кадры для работы на Горлыхском горнообогатительном комбинате, который под ключ построили белорусы и открыли во время визита. Сегодня посол Туркменистана вместе с представителями Минобразования встретился с потенциальными специалистами. Ими могут стать как туркменские студенты, так и белорусские по контракту. Делегация посетила три ведущих вуза страны – БГУ, национальный технический и медицинский университеты. Калийный гигант, который может стать лидером производства в Центрально-Азиатском регионе, дает 1600 рабочих мест. На горнообогатительном комбинате в Горлыке уже работают несколько молодых геологов с белорусскими дипломами. Их подготовили в Белгосуниверситете. Еще 38 туркменов сейчас практикуются в Солигорске на Беларусь-Калии. Разработка такого серьезного проекта, она, конечно, требует и специалистов, смежных специалистов. Это и строители, это и строители в области специальных сооружений, это мосты, туннели, это дороги. Конечно, это требуются и вопросы, связанные с экологией обязательно. Это и медицина, это здравоохранение. То есть очень большой такой спектр. Я планирую применить свои знания в дальнейшем на Горлыкском горнообогатительном комбинате. Наши выпускники прошлого года уже туда устроились, они участвовали в открытии этого комбината. И они уже приглашают нас туда устроиться тоже. В Беларуси сегодня обучаются около 9 тысяч студентов из Туркменистана. Почти 8 тысяч из них получают высшее образование. Продолжение следует...